Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Здравствуйте. Накануне рабочая группа открытого правительства России отклонила инициативу Алексея Навального, который предложил ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН против коррупции и ввести уголовную ответственность должностных лиц за незаконное обогащение. Здравствуйте. Правительство против Навального. Бороться с коррупцией или с коррупционерами. Таковы подзаголовки нашей сегодняшней беседы с Романом Шлииновым, обозревателем газеты «Ведомости». Добрый вечер, Роман. Добрый вечер. Как вы считаете, можно ли считать ратифицированной 20-ю статью Конвенции ООН, как некоторые специалисты утверждают? Нет. Ну, безусловно, нет. Потому что у нас все-таки у нас сейчас все устроено несколько по-другому. И если мы говорим о незаконном обогащении, вот именно том пункте, на чем настаивает Алексей Навальный, это та ситуация, которая действует, например, в Италии. Если чиновник не может обосновать, на какие деньги он купил имущество, недвижимость, все что угодно, да? Если стоимость его жилья, если стоимость его виллы, если стоимость его яхты превышает, или там самолета, превышает те деньги, которые он мог официально заработать, он либо может обосновать, на какие средства он это приобрел, либо это может быть конфисковано. И, соответственно, предъявлено ему в качестве незаконного обогащения, да, незаконной собственности. Но так в Италии боролись с мафией, и так в Италии боролись со своими коррупционерами, борются, да? То есть не действует презумпция невиновности. И, собственно, это было последним таким вот шагом, к которому прибегли, потому что не могли бороться со своими коррупционерами, со своими мафиози, которых невозможно было поймать за руку. У нас, в принципе, ситуация та же самая. У нас все понимают, что чиновники живут непосредством. Это видно, это бросается в глаза на руководителей некоторых госкомпаний, госкорпораций и партнеры, которые с ними работают, их деловые партнеры, это знают, инвестируют сотни миллионов долларов. О таких суммах примерно идет речь, да? При этом никто их не хватает за руку и не может поймать, поскольку не действуют правоохранительные органы так, как должны действовать. Единственный выход, один из выходов, который предлагается сейчас, это сделать так, что предлагалось, да? Сделать так, что если есть имущество, которое непонятным образом возникло, и человек не может сказать, что он взял кредит в банке и отчитаться, что вот купил это на свою зарплату, будь добр, сдай его государству. И пусть государство распоряжается этим по своему усмотрению. К сожалению, никто из наших чиновников по понятным причинам на это не пойдет. И, конечно же, все эти инициативы отклоняются нашими государственными людьми. Да, но вчера была такая более гуманная мотивировка. В частности, сказали, что начнутся массовые репрессии. Вот у нас на связи Тамара Георгиевна Марчакова, бывший зампредседателя Конституционного суда. Тамара Георгиевна, вы действительно считаете, что в случае ратификации этой статьи в России начнутся массовые репрессии? Добрый вечер, вам слово. Добрый вечер. Вы знаете, мне сначала хотелось бы откорректировать вопросы, потому что я иначе не могу на них отвечать. Я считаю, что они не вполне корректно поставлены. Да? Значит, что значит начнутся массовые репрессии? Не в связи с тем, что будет введена именно такая норма, а в связи с тем, что будут нарушены основные принципы, которые должны соблюдаться при установлении уголовной ответственности. Именно уголовной ответственности. Вот когда такие принципы нарушаются, то тогда это открывает дверь массовому произволу со стороны правоохранительных органов. И эта история нам очень хорошо показала. Значит, тут нужно разделять две вещи. Первая вещь – это совершенно явная непереносимость положения вещей, которая у нас складывается в связи с коррупцией в государственном аппарате. Но коррупция заключается в очень разных проявлениях, может выражаться. Это отнюдь не только приобретение имущества, а приобретение должностей на основе родственных связей. А, собственно, профессиональная квалификация, которая разрушается, потому что берут не тех, кто может, и умеет, и знает, а тех, кто относится к своему клану. Это все тоже явление коррупции. И это никак нельзя устранить или даже сократить, и на это повлиять путем введения таких составов, как незаконное обогащение. И это первая корректировка. И вы только что сказали, что невозможно привлечь чиновников, злоупотребляющих тем, чем они могут злоупотреблять, к ответственности, потому что не действуют правоохранительные органы. А какие органы будут привлекать к ответственности? Не правоохранительные? Вот за эти новые составы. Понимаете? У меня такое ощущение, что просто неправильно найдены средства решения действительно этой очень важной задачи. И те средства, которые выбираются, они могут причинить более негативных последствий, чем каких-то положительных, позитивных достижений в сфере преодоления коррупции. В этом все дело. Значит, главная задача, вот если мы начнем с вами проводить некоторую инвентаризацию того, что есть в законе, и что направлено именно на преодоление коррупционных практик, то мы увидим, что есть очень многое. Очень многое. В том числе, вот вы сказали, ссылаясь на итальянский опыт, что как только обнаруживали какие-то невозможно большие активы у людей или средства финансовые, а они не могли представить документов, подтверждающих, что это приобретено на законных основаниях, так сразу у них это забирали. Я вам могу просто прямо сказать, что по закону 2012 года у нас генеральные прокуроры, подчиненные ему прокуроры, то есть все прокуроры, имеют право обращаться в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации, и далее в законе перечисляется всего того, в отношении чего должностным лицом не представляются сведения, подтверждающие приобретение всех этих ценностей на законные доходы. Это разве не аналог той нормы? Спасибо, Тамара Георгиевна. К нашему разговору подключился Леонид Волков, член Центрального совета партии «Прогресса», единомышленник Алексея Навального. Добрый вечер, Леонид. Добрый вечер. Почему ваши сторонники все-таки настаивают на ратификации 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции? Я поясню. Я буду опираться на то, о чем говорила сейчас Тамара Юрьевна. Потому что как раз на этом примере очень просто пояснить, чего мы на самом деле хотим. Тамара Юрьевна сейчас убедительна, как ученый, эксперт, правовед, уважаемый, говорила очень много о том, что у нас же вся правоохранительная система прогнившей не работает, и добавление этого состава ничему не поможет и так далее. И это правильно, это так. Мы ведь не исходим из презумпции о том, что у нас в принципе все неплохо, но для борьбы, для окончательной победы над коррупцией не хватает вот еще этой статьи, вот ее еще, значит, введем и ратифицируем, и тогда, наконец, значит, там Путин коррупцию победит. Мы ведь, когда задевали всю эту кампанию, когда делали законопроект, делали петицию, его вносили, мы и не сходили из этого. Мы понимаем, что Путин никогда коррупцию не победит, какой бы у него не был инструментарий, потому что коррупция есть основа и природа существующей власти и режима российского. Мы рассматривали эту кампанию, кампанию за ратификацию 20-й статьи, как один из важных инструментов публичного привлечения внимания к теме коррупции, как один из важных инструментов давления на власть. Это такой повод, ну вот действительно, в каком-то смысле скандальный, все понимают, что чиновники в России воруют, при этом 20-я статья Конвенции ООН про действие коррупции не ратифицирована, хотя как раз она и позволяет сделать незаконное обогащение чиновников преступления. Вся Конвенция ратифицирована, 20-й статьи нет. Мы привлекаем к этому внимание. Почему, скажем, мы пошли через сбор подписей на РОИ, а не попросили, скажем, дружественного нам депутата Госдумы Дмитрия Гудкова внести от себя этот законопроект? Что, он бы отказался? Нет, не отказался бы. Внес, наверное, он был бы рассмотрен и, очевидно, отклонен. Еще раз, потому что коррупция и есть природа власти, режима. Есть ли у нас какие-то иллюзии относительно результатов рассмотрения на РОИ нашей петиции? Нет. Даже если вдруг случится чудо и экспертная группа так называемого открытого правительства прозреет и примет ее, рекомендует, ну, все равно не пройдет следующий фильтр, все равно Госдуму отклонит. Мы выбирали такой путь, который создает максимальное политическое давление, благодаря которому об этой инициативе, об этой проблеме узнает как можно большее количество людей. И в этом смысле этот путь был максимально эффективным. Поэтому мы полгода об этом говорили, собирали эти подписи, собрали их, ходим на эти заседания рабочей группы и заставляем их таким образом придумывать какие-то идиотские отмазки и таким образом еще до кого-то доносим нашу позицию о том, что эта власть не борется с коррупцией не потому, что не может, не потому, что ей не хватает инструментария, а потому, что она сама и есть коррупция. Я пару лет назад еще слышал фразу такую, которая меня поразила, хотя потом, когда я подумал, я понял, что, в общем-то, она правильная, что нет ни одного чиновника уровня ниже замминистра, который не был бы долларовым миллионером. Вот это знаменитое исследование Swiss Leaks, вот этих утечек из HCBC, в полной степени это подчеркивает. Там самое в нем замечательное, именно не то, что там счета Тимченко нашлись, мы понимаем, что у Тимченко есть миллиарды, о том, что нашлись огромное количество счетов совершенно рядовых клерков уровня заместителей начальников департаментов. Действительно, коррупция полностью пронизывает всю систему от и до, и нет там никаких хороших и правильных людей в этой системе. Все они, почти все, на 90%, так или иначе в этих схемах задействованы. Поэтому для них так неприемлема ратификация 20-й статьи, поэтому говорить об этом так важно, и мы используем все имеющиеся у нас каналы, для того, чтобы говорить. Мы говорили об этом с помощью петиции на РОИ и походов открытой правительства. Мы будем говорить об этом 1 марта на нашем марше, подвигая антикоррупционную повестку как одну из самых главных. Да, я напомню, что автором этой статьи является Роман, гость нашей студии. Роман, как вы считаете, подтверждает ли этот скандал со счетами швейцарскими, что российские чиновники-то не больно слушаются Кремль, который вроде запретил держать деньги в зарубежных банках? Ну, эти данные не носят ретроспективный характер. Они все-таки относятся к временам 90-х 2007 года, когда еще пока не было никаких ограничений, да, они не действовали. Вопросы в материале возникают к некоторым людям, которые были на госслужбе или в руководстве госкомпании, потому что нам не было понятно, откуда же произошли эти средства. Собственно, тот самый момент, о котором и говорит пункт незаконного обогащения. Понимаете, ведь вот на возражение о том, что, смотрите, сколько есть форм коррупции, чиновники приводят на разные должности своих знакомых, близких людей, и это никак не ограничит, значит, этот пункт о незаконном обогащении никак не ограничит это явление. Это не совсем так, ведь дети и родственники чиновников, их приближенные, их знакомые, люди, которые с ними как-то договариваются, чтобы занять эту позицию, они приходят именно для того, чтобы получать некую выгоду. У нас очень популярна госслужба и среди молодежи, и многие институты, выпускающие госслужащих, они стали так популярны именно потому, что люди видят, что, занимаясь чиновничьим промыслом, и, в общем, не отвечая за что бы то ни было, как отвечают бизнесмены, банкротством, очень много надо сделать бизнесмену для того, чтобы добиться каких-то результатов, а тут, не отвечая особо ни за что, занимаясь только, значит, выполнением каких-то своих функций, далеко не всегда это утруждает, а так скажем, наших чиновников, можно зарабатывать, как зарабатывают бизнесмены. Вот, собственно, это привлекает, в том числе и родственников, знакомых и всех прочих людей, которые так или иначе связаны с чиновниками, приходят на эти должности. Если это ограничить, да, если сказать, что вы все равно сверх своих официальных доходов не сможете ничего купить, вы не сможете иметь яхт, вы не сможете иметь вилл, вы не сможете вести такой образ жизни, как сейчас многие чиновники ведут, в общем, это ограничит и приток этих граждан, потому что люди не могут спать на деньгах, они не могут деньги есть, они должны их как-то использовать. Да, слово Леонида Волкова. Я совершенно согласен с Романом, и это была важная для нас тоже мотивация, вот, заниматься всей этой темой, и действительно, ну, как бы, конечной целью всех коррупционных схем является, ну, получение денег, которые потом на что-то будут потрачены. И в данном случае, ну, мы предлагаем, там, не бегать по джунглям за дичью, а ловить ее на водопое. Вот такое удобное место, где можно их, так сказать, всех перехватить, как в анекдоте про гаишников, которые не приходят за зарплатой, потому что думают, что дали палочку и кормить. Действительно, это является основной мотивацией, то есть, для поступления на госслужбу, к сожалению, для очень многих людей. И когда нам говорят, что, ну, смотрите, ведь развитые правовые системы во многих странах работают и без уголовного состава по незаконному обогащению, там, в США или в Германии его нет, мы говорим, как раз да, там есть развитая правоохранительная система, которая умеет выявлять и расследовать гораздо более тонкие случаи, которая может отличить, там, непотизм от злоупотребления служебными положениями, а последнее от незаконного обогащения, а то от получения взятки. То есть, да, действительно, для них это разные штуки. А вот как раз, там, в Аргентине или, там, в Бразилии или в других развивающихся странах, то есть, в периоде бурного экономического роста со связанными, при этом, с этими коррупционными проявлениями, как раз незаконное обогащение было статьей, и эта практика очень хорошо отработала, потому что правоохранительная система действительно не готова была работать тонко и хорошо, не поспевала за совершенствованием коррупционных схем, но, тем не менее, криминализация состава незаконного обогащения позволяла все равно коррупционеров выявлять и наказывать. Таким образом, хотя, как я говорил до того, сейчас для нас все это, скорее, является нашей частью политической кампании по оказанию давления на власть, сущностно, там, при смене режима России для очищения от коррупции, безусловно, такой уголовный состав понадобится, и когда этот, построенный на коррупции режим, как сказать, сменится на другой, другому, тем не менее, такая уголовная статья понадобится на существенное время, пока мы не станем, там, по уровню восприятия коррупции, там, Дании, Норвегии, Германии или США. А почему Алексей не приехал на это заседание? Алексей не приехал на это заседание, потому что они написали, что якобы инициатором инициативы является ФБК, и пригласили директора ФБК, которым является Роман Романов. Хотя, на самом деле, с точки зрения системы РОИ, Алексей является, собственно, автором инициативы, он является тем человеком, который ее туда подал и должен был быть приглашен. Они сначала говорили, вы же под домашним арестом, потом не можете, поэтому мы вас не приглашаем, потом еще какие-то глупости говорили, в итоге пригласили Рубанова, но Алексей сказал, ну, его там нет в списке, охрана просто не пустила. Ну, прийти и ругаться с охранником, наверное, это не то, что ему следовало бы делать, поэтому он туда не поехал. Ну, очевидно, что, на самом деле, они просто, опять же, понимают прекрасно, что для нас вся эта история – это важный инструмент политической борьбы, и не хотели давать Алексею площадку для политического выступления. – Ну, просто, Тамара Георгиевна, вы как относитесь вообще к деятельности Алексея Навального и его фонда борьбы с коррупцией? Считаете ли вы, что это в верном направлении работают его активисты? Вам слово, Тамара Георгиевна. – Сфера политики, алло. – Да-да-да. – Сфера политики как раз мешает нам принимать правильные правовые решения. Я вовсе ее не отрицаю для тех, кто занимается политикой, но юрист, я как юрист себе это не позволяю, и это мне недостаточно интересно. Я слышала эти мотивы, они действительно заслуживают внимания. Привлечь всеобщее, так сказать, нетерпение к проблемам борьбы с коррупцией – это очень хорошая цель, но средства должны быть адекватными. Значит, вопрос главный – кто будет изжимать незаконно полученные средства, незаконное обогащение? Кто установит, что оно было незаконным? Это вопрос. Как определят размеры незаконного обогащения? Я обращаюсь теперь уже к тому инструментарию, который использовали авторы закона. Как будет крупное обогащение определяться, как существенное превышение над реальными доходами будет определяться. Все это остается на волю, а я бы сказала, просто на произвол тех, кто будет применять эти законы. Генеральный прокурор, который может сейчас заявить такой иск в суде, для нас недостаточная его подчиненная, недостаточная фигура. Я могу согласиться, но я должна добавить, что и суд в наших условиях тоже недостаточная фигура. Тогда что мы призываем сделать? Какие институты общественные мы будем использовать для того, чтобы реализовывать этот неопределенный, непонятный, полностью развязывающий всем, применяющим эту норму, руки, состав? Какой механизм у нас есть? Я вам могу предложить другой механизм. И это прекрасный был бы лозунг действительно для целенаправленно действующих на улучшение обстановки в этой области политических сил. Но он чисто правовой. Нужна реформа правоохранительной системы. Нужен независимый суд. Пока этих субъектов нет, любые даже лучшие нормы не могли бы применяться. И потом мне очень не хочется, чтобы сознание наших граждан таким образом искажалось неточной информацией. Что значит у нас не ратифицирована 20-я статья Конвенции о борьбе с коррупцией? У нас Конвенция эта ратифицирована в полном объеме. И все статьи ратифицированы. Это просто не так. Что и предлагают вот сейчас закон о ратификации отдельной статьи, вообще изобрели какую-то невероятную формулировку, не имеющую смысла с точки зрения права. Об установлении юрисдикции России по отношению к 20-й статье. Это не может объяснить никто, имеющий хоть какие-то юридические знания. На самом деле, эта статья действует у нас. И Россия может установить ответственность. Но надо еще обратить внимание на то, что в самой этой статье написано умышленное незаконное обогащение. Умысел на что мы будем доказывать? Умысел доказывается на совершение определенных действий. Есть масса составов уголовных правонарушений, которым не привлекаются чиновники. Это вопрос правоохранительной системы и судов. Кроме того, есть масса мер по закону у нас установленных, которые могут применяться к чиновникам при обнаружении в их действии. А это обнаружение явное такое, не нужно доказывание. Это бывает видно в случаях конфликта интересов, в случаях, когда не принимаются какие-то определенные меры для того, чтобы такие конфликты интересов исключались. Когда не представляются сведения о доходах, о расходах. Когда чиновники участвуют на самом деле в предпринимательской деятельности, в коммерческих организациях. Это все известно. И у тех, кто собирал подписи, это прекрасное дело общественная инициатива. Есть данные о таких людях, но их никто не выгоняет с чиновничьей службы. Значит, дело на самом деле не в том, что не хватает оснований для предъявления этим лицам претензий по полной, абсолютно в соответствии с законом, установленной форме. Дело в том, что нет тех, кто может привлекать к ответственности. Потому что правоохранительная система не работает, суды не являются независимыми. Уж не знаю, на кого еще ссылаться, для того, чтобы подтвердить отсутствие независимости суда, если не вспоминать слова президента, который это подтвердил. Вот в чем основная общественная проблема. И вот на что должны быть направлены усилия политических акторов на этой нашей общественно-политической сцене. Вместо того, чтобы такие хлесткие формулировки, вот авторы их как раз признали, что они делали это специально для того, чтобы привлечь к этому внимание. Кстати, незаконное обогащение в тех странах, когда оно есть, везде устанавливалось. Вполне действующими в обычных нормальных процедурах органами, скажем так, правоохранительными, или, сказать лучше, следственными и судебными. Вот элемент, который делает у нас бессмысленным любые запреты, правовые, содержащиеся в материальных нормах права. Спасибо, Тамара Георгиевна. Давайте, Леонид, поясни, почему вы стали собирать подписи, если все ратифицировано, Леонид? Значит, ну, мне очень сложно с Тамарой Георгиевной спорить, если в юридические плоскости, я математик, а не юрист. Но, все-таки, я просто читал документы, и то, что я читал своими глазами, я помню. Суть как раз в том, что Россия ратифицировала, в договоре ратификации, как это правильно называется, в документе о ратификации конвенционного противодействия коррупции, собственно говоря, в явном виде сделано изъятие, то есть, в сторону 20-й статьи. Вот он ратифицирован, кроме 20-й статьи, ну, и еще пара положений. И именно за это мы боремся, мы боремся за то, чтобы в уголовный кодекс все-таки, как требует 20-я статья, был внесен в состав незаконного обогащения. Я пояснял ранее, зачем это нужно. Что же касается второго пункта, про то, что требования независимых судов являются более важными, то здесь я абсолютно согласен с Тамарой Георгиевной. И уж кому, как Алексею Навальному или его сторонникам, не надо рассказывать про проблему независимости судов или их зависимости. И следствие этой проблемы, они всем там, к сожалению, очевидны. Вот мы сидим в студии, где экраны на заднем фоне, собственно, иллюстрируют картинки обыска, которые проводились по незаконному решению суда. Вот две недели назад в помещении фонда борьбы с коррупцией. Вот я там вижу как раз себя, Алексея Навального и сотрудников фонда, которые очень хорошо знают о том, как у нас работают суды и что у нас с независимостью судов. И опять же, мы, как политический субъект, как партия прогресса, фонд борьбы с коррупцией, как политические структуры, которые заявляют определенные политические требования, смотрим на мир реальными глазами и понимаем, что зависимые суды или неработающая правоохранительная система, ну, это, очевидно, часть пазла, часть единой картинки. Это важные механизмы института того режима, который сейчас существует, который за последние 15 лет в России построен. И, конечно, опять же, когда мы действуем методами, скажем, уличной, публичной политики, когда мы выходим там на марш, да, вот у нас будет 1 марта марш, там есть 12 требований. В преамбуле написано, что там они не справились, они должны уйти, если там требования демонтажа режима. А внутри этих 12 требований, по-моему, на третьем или на четвертом месте, на очень высоком, стоит политическое требование, нам нужен независимый суд. Мы все это прекрасно понимаем, но мы не ограничиваем себя в инструментарии политической борьбы. Мы и так слишком ограничены. На выборы нас не пускают, там, партию зарегистрировать, не дают еще что-то. Мы используем все возможности, которые у нас есть. Вот есть РОИ как инструмент. На РОИ нужна петиция и сбор голосов. Мы его используем. Есть пока возможность, мы надеемся, провести там согласованное уличное мероприятие, вывести у людей и там заявить требования. Мы для его соответствующего инструментария подбираем. И там мы говорим о независимых судах, там мы не говорим о ратификации 20-й статьи. Это слишком сложное, детальное, там, юридическое требование для уличного митинга. Мы выбираем подходящие форматы для донесения наших политических требований. Но за отдельными требованиями мы не теряем общие картинки, конечно же. Режим построен на коррупции. И задача самовоспроизводства режима, обеспечения несменяемости власти, в том числе, сводится к тому, чтобы правоохранительные органы не мешали коррупции, а поощряли ее. И поэтому в рамках этого режима, этой построенной системы, никакой реальной борьбы с коррупцией не будет, какие бы ни были статьи приняты. Это не значит, однако, что они не пригодятся нам в будущем. Это не значит, однако, что об этой проблеме не надо говорить. Роман, вот я, например, лет 15 дружу с Кириллом Кабановым, мы еще вместе дружили с Щекочихиным. И от него я знаю, что у нас не ратифицирована 20-я статья. Вот внесите ясность, почему Тамара Георгиевна уверена, что это не так. Дело в том, что, насколько я слышал официальные заявления на эту тему, все последние официальные заявления, которые звучали, они действительно говорят о том, что все у нас ратифицировано, у нас все законодательство принято, мы полностью соответствуем. Но даже от официальных лиц, которые это комментировали, мы слышали о том, что есть избыточная норма, которая нам не нужна. Как раз вот пункт, о котором идет речь. Почему она называется избыточной? Потому что, да, у нас нет соответствующих механизмов, у нас нет, тогда не будет действовать презумпция невиновности, как говорят, и так далее, и тому подобное. Она для нас избыточна, потому что все механизмы в уголовном праве существуют, которые позволяют привлекать чиновников за коррупцию. Вот как звучит сейчас официальная позиция. Они сами говорят о том, что есть избыточная норма, которая нам не нужна. Это мы слышим уже много раз в последнее время. Но совершенно справедливо сказано о том, что правоохранительная система суды не действует у нас. В такой ситуации представляется, что норма, которая делает процесс более публичным и более понятным, должна, в общем, спасать ситуацию. Почему норма незаконного обогащения, в общем-то, могла бы спасти эту ситуацию, как мне представляется? Да потому что она в значительной степени публична. Существуют декларации чиновников, и в последнее время добивались от руководителей госкомпаний того, чтобы и они тоже о своих доходах отчитывались очень долго, и, по-моему, до сих пор тянут некоторые представители госкомпаний, и особенно долго тянет Игорь Иванович Сечин, и господин Якуня Владимир Иванович, о котором мы ничего не знаем. Не знаю, как вот Миллер, глава Газпрома, огласил ли свои доходы или нет. Вот все ждут, да. Несмотря даже на принятие правительством таких требований к руководительству госкомпаний, нашлись три особо выдающихся, особо, видимо, приближенных к телу человека, которые до последнего никак не разглашали своих доходов. Так вот, о норме публичной, когда будет понятно, что вот у человека есть заработанные деньги, он о них отчитывается, а вот у человека есть собственность, которую скрыть невозможно, если человек, в общем, на этой собственности появляется, если человек этой собственностью пользуется, если у человека даже в документах проходит, там, в земельных реестрах и так далее, что человек там находится, и мы видим, что сумма этой собственности другая, то это совершенно другое отношение общества к этому. В этом участвует общество. Вот открытая декларация, вот земельный реестр, о чем фонд борьбы с коррупцией не раз писал, который показывает этот объект собственности. Вот его можно увидеть, его можно потрогать. Туда можно прийти, провести экскурсию, посмотреть со стороны, как это выглядит. И это совсем другой подход. Одно дело, когда правоохранительным органам за ширмой секретности, понятной секретности, доказывает в рамках уголовного дела, что человек брал взятки, это нужно ловить его с поличным за руку, видеосъемку, аудиосъемку вести при этом. Это очень большой сложный процесс, который многим непонятен. И в рамках этого сложного процесса, который публике неизвестен, который проходит исключительно внутри правоохранительной системы, очень сложно привлечь чиновника к ответственности, мы это видим. Потому что на каждом этапе этого процесса, в правоохранительных органах или в суде, это все может закончиться. Здесь, когда это все максимально публично, декларация, собственность, гораздо меньше возможностей увильнуть. Да, правоохранительная система у нас несовершенна, да, суды у нас несовершенны, но есть очевидные вещи. Конечно, безусловно, они и тогда стесняться не будут. Да, и при очевидных случаях у нас возникают судебные решения, которые будоражат воображение всех. И понятно, что они берутся с потолка. Но это будет слишком очевидно. Это будет намного очевиднее, чем при существующей ситуации. Вот почему эта норма, более публичная норма, конечно, предпочтительная в истории, когда правоохранительные органы и суды практически не работают. Тамара Георгиевна, почему российское общество не верит декларациям о доходах крупных чиновников, как вы считаете? Вы знаете, наверное, для этого есть и основания, я так полагаю. Но я бы даже готова была всеми правовыми средствами оказывать какое-то содействие для того, чтобы эту ситуацию исправлять. Можно придумать действительно нормальные нормы, которые будут устанавливать ответственность за неточное декларирование доходов, расходов, активов, всего. Но так же, как это сейчас предлагаемая норма, так и та норма, о которой я говорю, как вполне возможный в любом правовом режиме, они будут лежать мертвым гружем. Потому что на самом деле, что за странный тезис? Всем будет видно. Это и сейчас видно. Если депутат покупает по какой-то немыслимой цене своим детям какие-то квартиры элитные, то об этом сто раз написано. Норма нужна правовая для того, чтобы ее могли применить и на ее основе определить правовые негативные последствия для поведения, которые являются нарушающим закон. Вот в чем дело. Больше ничего. А все остальное – это пустой звук. Это просто, простите меня, популизм. Все эти факты, о которых написал и фонд, документы показывали даже на вчерашнем заседании, показывали презентации, говорили о том, у кого сколько есть чего. Но из-за этого это публичный факт. Для того, чтобы заработал механизм привлечения к ответственности, нынешних норм довольно. При наличии той, которую сейчас предлагали ввести, я не хочу сейчас говорить о ее негативных качествах, этой нормы, все равно ничего не будет, если не будет работать механизм. Или что дальше будет? У нас будут призывы поджигать дворцы? Или что? Что у нас будет на фоне того, что новую норму создадут? Вот и в чем беда. И очень жаль, что никто этого не понимает из тех, кто хочет сделать из этого определенный кожырь в политической какой-то борьбе. Это можно использовать как кожырь, но это никогда не станет правовым механизмом. Потому что для этого нужны субъекты, применяющие эти нормы права. Даже если иметь в виду ту, которую сейчас планируют ввести новую. Давайте думать о более реальных нормах, согласно которым будет ясно, что человек должен привлекаться за неправильное декларирование. Давайте, Леонид, дадим слово. Тут важный момент, на который мне хочется обратить внимание. Там вот прозвучала важная фраза, что а что дальше, поджигать дворцы и так далее. Вопрос о нашем бессилии, об отсутствии у нас механизмов добиться восстановления справедливости даже в самых очевидных случаях, это вопрос, который встает снова и снова. Еще раз, да, мы понимаем, мы не занимаемся популизмом, мы никого не обманываем. Мы прекрасно понимаем, что такая норма А не будет принята, Б, даже будучи принятой, будет лежать мертвым грузом и не заработает в нынешней существующей системе. Но, это же очень популярное рассуждение о том, что, типа, оппозиция только критикует, вот она ругает тут дворцы, здесь дворцы, не предлагает никакой конструктивной повестки, благо благо, чем они лучше. Ситуация-то на самом деле в точности зеркально противоположная. Мы как раз говорим, победа на коррупции сложная штука, но, вот эти товарищи 15 лет декларируют борьбу с коррупцией. Путин в первый раз громко говорил о необходимости решительной и строгой борьбы с коррупцией в апреле 2000 года, сразу после победы на своих первых выборах. И говорит об этом ровно с той же риторикой все 15 лет. Вот они об этом говорят, ничего не делают. Мы знаем, что победа над коррупцией во всех странах была очень непростой вещью, занимала десятки лет, но есть определенные шаги, с которых надо начинать, с которыми можно двигаться, в том числе правовыми абсолютно путями, и к которым мы двигаться готовы. Мы как раз видим, как с этим бороться. И вот там самое простое наказание за очевидное несоответствие между подными декларациями и наличными активами, это первый естественный шаг, который самые очевидные, самые наглые способы, самые очевидные и наглые проявления коррупции поможет исправить. Это как раз наша конструктивная повестка. А когда она демонстративно игнорируется, когда правовыми и неправовыми методами, какими угодно, и полицейскими методами, и судебными расправами незаконными нас из правового поля выдавливают, не дают пойти с этой инициативой в Думу, не дают идти на выборы, не дают там нормально провести публичное массовое мероприятие и так далее, то тем самым власть как раз и подводит ситуацию сжиганию дворцов. Так сказать, условно говоря, потому что в итоге, конечно, накопленная несправедливость, воспринимаемая несправедливость и неустраняемая на фоне социально-экономического кризиса, к сожалению, в конечном счете, к этому, скорее всего, и приведет. И, так сказать, мы выдвигаем конструктивную повестку, власть, сужая для нас поле политических возможностей, работает на дестабилизацию ситуации и в итоге на очень печальные последствия, за которые ей, конечно, придется отвечать. Вот мне очень хочется здесь правильно расставить акценты, чтобы наши слушатели тоже правильно понимали, что происходит. Тем не менее, мы за нашу повестку, за нашу антикоррупционную повестку будем бороться. Мы знаем, что в этом нас поддерживают, по данным социологических опросов, не меньше 85-87% россиян. Несправедливость, вот этот самый дворец за миллиард у человека с номинальной зарплатой, вполне высокой, 400 тысяч рублей в месяц, если взять депутата, эта штука очень важная в нашем обществе, эта штука, которая прежде всего и вызывает возмущение, и выводит людей на улицы. И несправедливость надо устранять. Да, Роман, как вы считаете, рискует ли власть тем, что люди не выдержат и выйдут рано или поздно просто уже на неконтролируемый протест? Ну, кстати сказать, власть, если мы говорим о первых лицах государства, ничем не рискует на самом деле, даже если этот пункт будет принят. Я отчасти не понимаю, почему это вызывает такое отторжение, потому что ведь ведущие фигуры во власти, если мы говорим о самых первых лицах, если мы говорим о президенте, если мы говорим о людях уровня премьеров, если мы говорим о членах правительства, ведь они-то ничем не рискуют, потому что всем известно, что высшие чиновники в этой стране давным-давно не оформляют на себя никаких активов, особо больших. Мы помним дворец, который приписывали Путину в Просковеевке, в Геленджике. Но ведь этот дворец не принадлежит Владимиру Владимировичу напрямую. Этот дворец принадлежит бизнесмену, который официально является владельцем всего этого добра с гербами. И доказать, что Владимир Владимирович, не имея такой зарплаты, имеет этот дворец, невозможно. То есть он вполне себе спокойно будет чувствовать, если вдруг окажется, что это действительно он, находясь за спиной этого предпринимателя. Точно так же в ряде других случаев, когда люди покупали акции, тоже известные примеры, когда высокопоставленные чиновники покупали акции «Газпрома» или там еще что бы то ни было, пользуясь кредитами своих друзей в бизнесе. Могли они это делать? Формально они могут сказать, что да, никакого отношения не имеют. Вот есть предприниматель, который всем этим занимался, а у нас на счетах ничего этого нет. Это же тоже все возможно. И к этому активу мы не имеем никакого отношения, поскольку это не наш актив, это актив от конкретного известного бизнесмена. Я думаю, что примерно так же и происходит у топовых фигур в нашем государстве. Они стоят за спинами известных бизнесменов, которые могут заниматься бизнесом и здесь, и за рубежом, и ничем не ограничены. В общем, для этой категории лиц вопрос закрыт. Даже если будет принят пункт о незаконном обогащении, их привлечь к ответственности будет крайне сложно. Такое ощущение, что сейчас защищают вот эту вот среднюю прослойку и даже нишу, даже ее, от подобных инициатив. Потому что в первую очередь, если такие инициативы будут приняты, конечно же, в публичном поле окажутся именно эти люди. И именно к ним будут выдвигаться больше всего претензии. Эти пункты, даже при недействующей системе, я повторюсь, правоохранительных органов и судов, позволят как раз общественным организациям, таким как Фонд борьбы с коррупцией, позволят журналистам больше предъявлять претензии. Потому что одно дело, когда вы настаиваете на возбуждение уголовного дела по факту коррупции, который очень сложный и очень сложно доказуемый. и подразумевает, что процесс может длиться, даже процесс изучения этих фактов может длиться год, а то и больше. А другое дело, когда вы обращаете внимание конкретных людей, которые должны принимать решение на несоответствие очевидное между декларацией и собственностью. Вот я о чем говорю. На очевидные факты, да? Да, вот Тамар Георгиевн, ведь есть очевидные факты, например, вот этот дворец в Просковеевке. Строил спецстроймонтаж. Это чисто кремлевская такая структура, которая прокладывает спецсвязь. Ну, факты неочевидные. Да, но вот, или все равно это... Обращайте внимание на это, пожалуйста. Но дело в том, что даже если вы сумеете провести через законодательное собрание, это можно поддерживать, введение еще одной нормы. Но не такой, как предлагают сейчас разработчики этого законопроекта, а прямой нормы, легко доказываемой, которая будет говорить о неправильном декларировании доходов, расходов. Это доказывать гораздо проще, наверное, чем какую-то взятку без свидетелей полученную. Еще неизвестно в какой форме, да? Но если вы будете это доказывать, то кто? Кто будет выступать? Субъектом обвинения, доказывания. Если это не те же самые органы. Потом здесь же возникают другие новые правовые опасности. Представьте себе конфликт чиновника, добропорядочного, хоть это очень трудно у нас вообразить, но, наверное, все-таки его можно с его начальником, который будет его вот так с помощью абсолютно ни на чем не основывающихся претензий выдавливать. Более того, он может у него потребовать сведения о доходах всех его родственников еще и после того, как он его уволит. Вы объясняйте правильно, чтобы люди понимали, что под эту норму подпадает любой из них, случайно оказавшийся родственником того, кто не угодил своему более высокому начальнику. Ведь вот же здесь какие опасности возникают. Важный момент, который необходимо поправить в том, что, как мне кажется, в том, что Тамара Георгина говорит, в том-то и дело, что они обнаглели настолько, что на неверном декларировании их ловить не приходится. Они верно декларируют. То есть данные последних расследований Фонда Байдбудс-Коррупции базируются в основном на вполне себе легальных, публично опубликованных декларациях. Они декларируют, что вот у меня доход 2 миллиона рублей в год, все последние 20 лет я работал на госслужбе, при этом собственности на несколько миллиардов вот такие-то земельные участки, домовилы. И, в общем-то, совершенно этого не стесняются. Об этом как раз говорил Роман сейчас, что наличие нормы о незаконном обогащении в самом по себе, как на криминализированном составе, позволит тогда общественным организациям обращаться в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел по факту незаконного обогащения. Сейчас в том-то и дело, что декларация правильная, все правильно, на взятки, на откате он не пойман. То есть вот есть чиновник среднего звена, начальник департамента в министерстве, сыграл конкурс на закупку техники, пресловутых томографов или еще чего-нибудь, получил большой откат, построил себе дачу, задекларировал ее, даже не переписывая там ни на жену, ни на спецстроймонтаж, ни на управление делами президента. Вполне себе ее задекларировал. И с точки зрения текущей ситуации, не будучи пойманным на этом откате, абсолютно чист перед законом. Вот эту ситуацию мы не верим, что можно исправить в нынешней правовой системе, но в будущем, после смены власти в России, ее, тем не менее, тоже придется исправлять. И для этого надо закладывать правовые механизмы. Тут нет никакого нового 37-го и нет никакого риска необоснованного незаконного предследования. Тут есть базовая штука по восстановлению справедливости. Очень для нас важная, как часть нашей политической повестки и как часть той практической деятельности, которой мы собираемся заниматься, когда выиграем политическую борьбу. Да, Роман, вы принимаете этот упрек, что чревата ситуация новыми репрессиями, как Михаил Александрович Федотов сказал? У нас абсолютно все шаги, которые предпринимаются, могут использоваться как рычаг для внутриполитической борьбы между чиновниками. Да? Что бы ни предпринималось, какие бы ни были инициативы, они всегда могут использоваться чиновниками одними для борьбы против других чиновников. Это известный факт. И благие инициативы, и совершенно провальные инициативы, они все всегда используются. Но вопрос в том, что, может быть, и слава богу, что они используются. Если внутри интриг чиновничьих такие пункты будут использоваться для того, чтобы выдавливать друг друга, может быть, это и хорошо. Потому что ведь мы не говорим о сложных вещах. Да, сейчас используются уголовные дела точно так же для того, чтобы выдавить друг друга. И коррупционные дела используются для того, чтобы один чиновник мог выдавить другого. И МВД с ФСБ, и ФСБ с МВД решают свои конфликты при помощи уголовных дел и обвинений в коррупции. То есть, в принципе, и нынешние механизмы вполне достаточны для того, чтобы они эти проблемы под ковром решали. Но норма совершенно прозрачная и открытая о том, что у тебя есть недвижимость, которая превышает твои официальные доходы, мне кажется, что если и будет использовано, то только тогда, когда можно показать, что официальные доходы действительно не соответствуют твоей собственности. Главное, это легко проверить нам, всем, всему остальному обществу. В уголовные дела нам забраться сложно. Да, журналисты иногда каким-то образом умудряются это сделать. Общественники, юристы иногда умудряются каким-то образом добраться до уголовных дел, значит, особенно если речь идет о междусобойщиках внутри МВД, ФСБ и так далее. Но крайне редко. Это очень глубоко зарыто. А вот эти данные о доходах и данные о собственности, они лежат на поверхности, на них можно смотреть. И от человека, который, допустим, не может обосновать, или что-то такое серьезное приобрел, построил какую-то виллу, у него проще спрашивать о том, на какие деньги это все было сделано, если вот вы декларируете такой доход. Вы брали кредит в банке, можете его предъявить, предъявите, к вам не будет вопросов. У вас, значит, родственник продал какое-то значительное имущество, покажите действительно, сколько оно стоило, кому он его продал и мог ли он за это такие деньги получить. Дальше. Когда речь идет о родственниках, говорите, вот к родственникам еще начнут проявлять такие вопросы. Совершенно справедливо начнут проявлять вопросы к родственникам, потому что если госчиновник поступает на госслужбу, он должен знать, что он подписывает с обществом договор, согласно которому и все его родственники тоже, и близкие, и дальние, будут подлежать мониторингу особо тщательному. Ни одна страна мира не выходила из тяжелейших коррупционных ситуаций без того, чтобы мониторить всех, все ближайшее родственное окружение своих чиновников. Нормы международные требуют, что даже бывшие жены на какое-то время, да, их расходы, их доходы мониторятся, если там вдруг оказывается, что у них на банковских счетах там что-то появляется. Ну так мы должны следовать за этим, а не декларировать, как у нас часто бывает, значит, доходы жены и несовершеннолетнего ребенка. Да там совершеннолетние дети занимаются бизнесом и получают ордена, в ряде случаев, от государства за особо продуктивную работу в совершенно незначительном возрасте. Вот, давайте все-таки ставить вопрос о том, что действительно нужно усиливать этот мониторинг и смотреть расширенно на то, что подразумевает собой там окружение чиновника, его родственники и так далее, и так далее. Вот тоже, я считаю, что вопрос такой лишний, потому что родственников необходимо просто затрагивать всегда. Да, конечно. Абсолютно согласен, базовый принцип очень простой, больше ответственности, больше полномочий, наоборот. То есть у чиновника есть больше возможностей, и чтобы это сбалансировать, он должен находиться под постоянным контролем и должен понимать, на что он идет. И это окей. В целом, ряды стран, родственникам чиновников выборов запрещено участвовать в вполне демократических системах. То есть, да, они там осознательно отказываются от части своих прав в обмен на другие дополнительные права и полномочия. Да, вопрос к Тамаре Георгиевне. Как скоро сможет рабочая группа ваша вернуться к рассмотрению инициативы Алексея Навального, как вы считаете? Вы знаете, я не вхожу в эту рабочую группу, я была там просто как эксперт в конкретном деле, но мне хочется сначала немножко вернуть нашу дискуссию к предыдущему тезису. Возникает такой смешной вопрос, кто кошке из мышек колокольчик привяжет? Понимаете, это прекрасно. Мониторьте. Вы выявили разницу между этими двумя позициями, которые как раз должны быть с точки зрения этой инициативы сравнены. Вы выявили это. Дальше кто-то будет действовать или никто не будет действовать? На самом деле это повод к возбуждению дела, к исследованию всех этих обстоятельств. Но без исследования. Кто исследовать будет? На этот вопрос никто не отвечает. Поэтому на самом деле требований к качеству любого закона никто не отменял. И на международном уровне никто не отменял. И все правовые системы, которые вводят нормы строгие по борьбе с коррупцией, они тоже не отменяли требований к справедливому, независимому, компетентному законному суду. Строите такой суд. Абсолютно согласен. И для того, чтобы факты незаконного обогащения чиновников расследовали сначала компетентные и грамотные правоохранительные органы, а потом по ним выносило решение компетентный и независимый суд, на сегодняшний день то, что мы можем сделать, это а. Говорить об этой проблеме как можно больше. И б. На сегодняшний день, к сожалению, других способов нет выходить на уличные массовые мероприятия, на которые я всех не приглашаю 1 марта. Да, Роман, согласен, что надо в более сжатые сроки вернуться к рассмотрению этой инициативы на рабочей группе? Да, безусловно, согласен. Не знаю, правда, к чему это приведет. Но, может быть, если требовать введения этой нормы, у нас и суд станет прозрачнее и лучше, и правоохранительные органы чище. Потому что ведь у них тоже есть свои активы, свои виллы, свои дома. Да, вот именно. Судя по всему, немалые активы. Ну что ж, перспективы антикоррупционной инициативы Алексея Навального, которая собрала уже даже на вчерашний день необходимые 100 тысяч подписей, продолжается сбор еще или этого хватило? Нет, там по системе устроено так, что как только 100 тысяч собрано, сразу останавливается. Да. Вот, мы сегодня обсудили с нашими гостями, Романом Шлейновым, обзорителем газеты «Ведомости», Леонидом Волковым, членом Центрального совета партии «Прогресса» и Тамара Ямарщиковой, бывшим зампредседателя Конституционного суда Российской Федерации. На Лунах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурзов-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Наталья Буреева.